Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Закредитованные россияне могут получить в ноябре денежную выплату. При каких условиях это можно сделать? 67 конкурсных фильмов, 15 вне конкурсных и 34 спецпоказа. В Самаре открывается 14-й международный кинофестиваль «Соль земли». В России уверены, они приносят неудачу. В Европе, напротив, убеждены в обратном. Сегодня во всем мире отмечают День черного кота. В администрации Самары продолжают рассматривать вопрос о необходимости изменения стоимости проезда в общественном транспорте. Все нюансы прорабатываются трехсторонней комиссией. Об итогах встречи расскажет Ольга Хомракулова. В Самаре рассматривается вопрос о необходимости изменения тарифов на перевозку пассажиров в общественном транспорте. Чтобы предложенные варианты корректировок устраивали большинство горожан, в администрации города состоялось заседание трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений. Весомых предпосылок для индексации множество. Из-за ограничений, связанных с недопущением распространения коронавируса, снизился пассажиропоток. В 2020 году по отношению к 2019 он уменьшился более чем на четверть. И вот по оперативным данным 2021 года мы видим, что он примерно на таком же уровне и остался. Частично финансовые потери из-за уменьшения пассажиропотока компенсированы субсидиями из бюджетов различных уровней. Однако даже с учетом принятых мер недополученные доходы перевозчиков, например, в 2020 году составили свыше 400 миллионов рублей. На фоне снижения выручки увеличились расходы. Выросла цена на топливо, горюче-смазочные материалы, электроэнергию и запчасти. Помимо этого перевозчики постоянно пополняют запасы средств защиты органов дыхания и препаратов для усиленной мойки и дезинфекции подвижного состава. Закупаются рециркуляторы очистки воздуха. Также перевозчики испытывают дефицит кадров. Средняя по отрасли неукомплектованность штата водителей и кондукторов составляет 30-40%. Основная причина оттока сотрудников – неконкурентоспособная зарплата. Ожидается, что корректировка тарифов позволит, если не справиться полностью с кадровым дефицитом, то как минимум повысить зарплаты действующим сотрудникам. Сегодня, мне кажется, очень действенно показала свою работу трехсторонняя комиссия и вообще социальное партнерство на территории городского округа Самара. Уверен, это позволит сохранить трудовые коллективы, а коллективы транспортных предприятий, многотысячные коллективы, сделать эти места более привлекательными. Перед заседанием трехсторонней комиссии был подготовлен ряд предложений по корректировке тарифов. Сегодня был озвучен наиболее оптимальный вариант. Выслушав аргументацию, члены комиссии единогласно поддержали необходимость индексации цен. По итогам предложено увеличить стоимость проезда на 10%. С 29 до 32 рублей по безналичному расчету и с 32 до 35 рублей за наличный расчет. Для льготников поездок по картам школьника и студента социальным картам предлагается провести индексацию всего на 6,4%. Увеличение стоимости проезда исключительно на уровне ростом РОД, установленного правительством Российской Федерации. И это ниже уровня прогнозируемой по данным Центробанка инфляции. Важно и то, что остается социальная направленность. Главный леймотив в данной ситуации у людей на сегодняшний день, вот мы говорим, я говорю о социальном блоке, где у нас там и студенты, и школьники, и люди, которые пенсионеры, и кто пользуется льготным проездным транспортом, по умроту, и мы даже не пошли по уровню инфляции, остановились именно на этом. Понятно, любое повышение для граждан, это хоть там на 50 копеек, хоть на 20 копеек, так оно – это не из приятных. Но я думаю, что понимание и этот взвешенный подход, он точно найдет понимание в большинстве своем и в коллективах. Потому что за этим стоит и трудовые коллективы, за этим стоят и вообще работа транспортной отрасли. Карты на разовые поездки для школьников и студентов предложено сделать дороже лишь на 1 рубль. Тогда, соответственно, стоимость проезда составит 16,6 рубля и 17 рублей. Стоимость карт месячного проезда для школьников предлагается повысить на 40 рублей, до 640 рублей. Для студентов – на 50 рублей, до 850 рублей. Останутся студенческие тарифы на 20 и 40 поездок. Повышение составит, соответственно, 20 и 40 рублей, до 330 и 660 рублей. Стоимость безлимитного проездного для остальных граждан, согласно расчетам, составит 1985 рублей. В отношении поездок по социальной карте жителя Самарской области стоимость проезда не изменится. Она составит 270 рублей в месяц за 90 поездок, то есть по 3 рубля за поездку. При достижении лимитов 90 поездок пассажиры по социальной карте жителя Самарской области не высаживаются из общественного транспорта. Отметим, что половина пассажиров – это льготники. Преимущества для них предусмотрены не во всех городах страны. А по сравнению с рядом крупных городов, где такие возможности есть, в Самаре максимально льготные условия оплаты проезда. На трехсторонней комиссии были озвучены и новые инициативы. Председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев и глава областной федерации профсоюзов Дмитрий Колесников предложили расширить линейку льготных категорий, включив в нее педагогов, медиков и работников социальных служб. Перед окончательным утверждением тарифов планируется рассмотреть вопрос об их адресной поддержке. После того, как предложения по установлению тарифов будут сформированы окончательно, их направят на согласование в городской департамент экономического развития, инвестиций и торговли. Только после этого тема индексации стоимости проезда будет вынесена на рассмотрение тарифной комиссии. Напомним, последний раз стоимость проезда пересматривалась в 2019 году и была установлена с 1 января 2020 года. Двухлетний мораторий в части сохранения тарифов был выдержан. По заверению городских властей, новая стоимость проезда также останется неизменной в течение следующих двух лет, до конца 2023 года. Ольга Хомракулова, Василий Колдашов. События. Еще 790 мест в детских садах Самары на текущий учебный год распределили в департаменте образования. Из них более 230 в язельных группах. Автоматизированная процедура прошла в эту среду. Родителям зачисленных детей в ближайшие дни позвонят заведующие дошкольных учреждений. Еще одно распределение состоится в пятницу. Особенностью станет возможность предоставления ребенку места не только в тех детских садах, которые указаны родителями в заявлении, но и в ближайших по территориальному признаку. Родители могут отказаться от предоставленного места и при этом сохранят свою позицию в очереди. Прекрасно понимаем, что в отдельных случаях это не будет устраивать родителей. Но в то же время, как показывает практика, зачастую родители готовы рассматривать другие варианты. Кто-то возит на машине, у кого-то бабушки и дедушки рядом живут. То есть ситуации абсолютно разные. Я считаю, что если мы можем людям это предложить, наверное, мы должны это сделать и предложить. За сутки в Самарской области зафиксировали 1785 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 162 206. Такие данные в среду 17 ноября опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 978 человек, а всего с начала пандемии из больниц выписали 117 660 пациентов. Прививка с доставкой на дом. В регионе продолжают работу мобильные пункты вакцинации. А чтобы люди не мерзли на улице в ожидании процедуры, им предоставляют теплый автобус. Там же можно заранее заполнить и необходимые документы. Подробности в следующем сюжете. Прививка рядом с домом. Жительница Тольятти Светлана Кривенцова мобильный пункт вакцинации увидела в своем дворе с балкона и очень обрадовалась. У нее как раз подошло время для второго компонента. В больницу ехать не хотелось, поэтому мобильная услуга пришлась весьма кстати. Отлично, конечно. Там бы мы стояли долго в очередях ехать далеко. Желающих привиться в мобильном комплексе оказалось немало. А чтобы люди не мерзли на улице, им предоставили теплый автобус, в котором они могли заполнить необходимые документы. Удобно. Удобно просто. Узнали об этом на просторах интернета и решили приехать. Очень быстро. Все вежливые, без суеты. Все удовлетворительно. Что же теперь? Такое время нужно делать прививки. Куда сделать? Жить надо. Ну вот так вот лучше приехали. Я вот пришла здесь ближе. Александр Трифонов учится в Тольяттинском медицинском колледже. А пока помогает врачам в качестве волонтера. Оформляет с пациентами информированное согласие на прививку и проводит анкетирование. Берем анкетирование пациента, то есть страдает какими-то заболеваниями, в данном случае болеет или нет. После этого заполняем все соответствующие документы и провожаем к медсестре и к врачу на дальнейший осмотр и где ему делают прививку. Сделать прививку от коронавируса может любой желающий старше 18 лет. Вакцинацию проводят как в поликлиниках по месту прописки, так и в мобильных комплексах. А в следующий вторник, 23 ноября, сделать прививку можно будет и в Самарской областной библиотеке. На один день она снова превратится в пункт вакцинации. За 2 и 3 ноября там уже сделали прививку более 1700 человек. Теперь они могут завершить вакцинацию. Ждут там и тех, кто придет за первым компонентом. Собой нужен документ, удостоверяющий личность. Виктория Шарая, События. Вакцинированные и получившие QR-код россияне могут лишиться сертификата. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения России. Появился новый приказ, согласно которому в случае заболевания COVID-19 после вакцинации сертификат с QR-кодом будет аннулирован. В документе указано, что после прохождения процедуры QR-код действителен один год, а после перенесенной болезни – полгода. При этом, если у привитого выявляется коронавирус, цифровой пропуск становится недействительным. После выздоровления выдадут новый сертификат. У человека, который переболел, а затем вакцинировался, QR-код будет действовать год. Привитым разрешается не уходить на самоизоляцию после контакта с больным коронавирусной инфекцией. Однако такое условие действует лишь полгода с момента вакцинации. Непривитым придется находиться дома две недели. Эфир продолжит новости экономики. Расскажет о них Виктория Шарая. Виктория, вам слово. Здравствуйте, Светлана и уважаемые телезрители. Закредитованные россияне могут получить в ноябре денежную выплату. При каких условиях это можно сделать? В случае досрочного погашения кредита. Расскажу подробнее через минуту. А пока о курсах валют. Курс доллара на 18 ноября – 72 рубля 82 копейки. Евро – 82 рубля 35 копеек. Нефть марки «Бренд» торгуется на отметке 82 доллара 2 цента за баррель. Россияне, имеющие на руках действующий кредит, могут в ноябре получить денежную компенсацию. Такую возможность россиянам, имеющим кредит или ипотеку, дает новое законодательство. Если человек взял кредит после 1 сентября 2020 года, он может вернуть для себя часть уже уплаченной страховой премии по договору. Это можно сделать, если закрыть кредит досрочно. Кроме того, закредитованные россияне могут отказаться в течение первых двух недель после заключения договора о страховании по займу. Банку следует предоставить более доступный полис, полученный в другой страховой компании. Около 60% отечественных туроператоров признали, что рискуют обанкротиться. Об этом они сообщили в письме, направленном в правительство. Крупным игрокам вряд ли угрожает банкротство, поскольку они сейчас массово продают пакеты в Турцию и Египет под угрозой средние и малые туроператоры, которые до пандемии отправляли туристов в Китай, Юго-Восточную Азию, Европу и другие ныне закрытые страны. В письме также говорится, что турбизнес не в состоянии вернуть деньги туристам, чьи путешествия сорвались из-за пандемии. Российские пенсионеры-миллионеры, то есть те, кто имеет счет в банке размером более 1 миллиона рублей, могут столкнуться с введением налогового сбора на вклады с начисленных процентов. Но введение не отразится на пенсионерах, которые не имеют крупной суммы на депозитах. Размер сбора будет зависеть от ключевой ставки Банка России, действующей на начало налогового периода. На 1 января 2021 года она составляла 4,25%. Таким образом, налог придется уплатить с процентного дохода, превысившего 42 500 рублей. При этом ставка НДФЛ может быть увеличена до 15%, заявляют специалисты. Об этом налоговом сборе стало известно еще в конце марта 2020 года, во время телеобращения президента Владимира Путина, посвященного неблагоприятной ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. В среду 17 ноября в Самаре опубликовали результаты очередного мониторинга минимальных цен на продукты первой необходимости в сетевых и несетевых торговых точках. Информацию предоставила администрация Самары. Баранину сейчас можно купить по 350 рублей за килограмм на Троицком рынке в Самарском районе, а также на рынке Шапито в промышленном. Вермишель 35 рублей за килограмм в Перекрестке в Красноглинском районе. Говядина по 300 рублей на Троицком рынке. Белокочанная капуста по 27 рублей в Пятерочке в Кировском районе. Картофель за 30 рублей в Ленте железнодорожного района. Куры охлажденные мороженые по 157 рублей за килограмм в Магните в Куйбышевском районе. Верховный суд России отменил смягчение приговора бывшему руководителю Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области Дмитрию Сазонову. В конце февраля прошлого года Ленинский районный суд Самары приговорил Сазонова к 12 годам лишения свободы, штрафу и лишил звания. Адвокаты сразу оспорили приговор, но в областной инстанции изменили только формулировку. ОПГ законовские стало группой законовские. В начале этого года 6-й касационный суд сократил срок лишения свободы до 9,5 лет и уменьшил штраф с 220 миллионов до 22,5 миллионов. А вместо получения взятки бывшему правоохранителю вменили мошенничество. Кроме того, суд обязал вернуть все имущество экс-силовика его жене. Речь идет о долях в земельном участке, гараже и доме. Фитнес-центрам, которые вынужденно простаивали во время двухнедельного локдауна в Самарской области, решили помочь материально. Такое решение приняли на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Коммунальные платежи компенсируют фитнес-центрам с площадью более тысячи квадратных метров за последние две недели октября, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. Он поручил ответственным ведомствам в кратчайшие сроки определить регламент подачи документов на получение выплат и подготовить соответствующий нормативно-правовой акт. В Самарской области продолжают прием заявок от предпринимателей на получение государственной финансовой поддержки. Об этом сообщили в региональном правительстве. Федеральные меры, безвозмездные гранты и льготные кредиты по возобновленной программе призваны частично компенсировать простои из-за особого режима, объявленного в стране с 30 октября по 7 ноября. В Самарской области нерабочий режим наступил на неделю раньше. Губернатор Дмитрий Азаров поручил четко контролировать процесс использования федеральных выплат, а также подкрепить их новыми региональными мерами помощи. В Самаре стартовала открытый 14-й международный фестиваль документальных фильмов «Соль земли». Он продлится до 20 ноября. В программе 67 конкурсных фильмов, 34 спецпоказа, 15 внеконкурсных картин. Среди участников не только российские режиссеры, есть и гости из зарубежных стран – Швеции, Израиля, Таджикистана, Киргизии, Белоруссии. Фестиваль пройдет в онлайн-формате. Увидеть конкурсные фильмы, выступления гостей и участников можно будет ежедневно и круглосуточно на сайте фестиваля, где будут работать 5 кинозалов и онлайн-студия. Адрес сайта вы видите на экране. Также гости фестиваля расскажут о своих кинофильмах и о своем творчестве. Напомню, фестиваль документального кино традиционно проводится в Самарской области в дни празднования памяти Архангела Михаила. Итоги фестиваля подведут в субботу, 20 ноября, в 18 часов. Благодаря кинофестивалю мы можем окунуться в историю, заглянуть в укромные уголки России и зарубежных стран, увидеть героев и события прошлых лет и наших современников, чья жизнь по праву может быть примером для многих. Я очень рада, что среди конкурсных картин есть фильмы об истории Самары. Эти киноленты побуждают задуматься о важных вещах, дарят ни с чем не сравнимые минуты наслаждения красотой Земли и людей, живущих рядом с нами. Желаю всем и организаторам, и участникам этого замечательного праздника кино прежде всего крепкого здоровья, вдохновения, счастья и новых интересных проектов. Далее коротко о других событиях этого дня. В Самарской области продолжается викторина «Вакцинация – это жизнь». Она дает возможность всем жителям губернии, сделавшим прививку от коронавируса, получить подарки. Организаторы акции поделились подробностями. Попытать удачу могут граждане, постоянно зарегистрированные на территории Самарской области и вакцинированные в период с 24 сентября 2020 года до 20 декабря 2021 года. Участники должны пройти процедуру регистрации на сайте «Карта жителей Самарской области» и заполнить электронную форму анкеты. Призовой фонд викторины, три квартиры, три автомобиля и три тысячи подарочных карт номиналом по 4 тысячи рублей будут разыграны в три этапа. Первый розыгрыш призов состоится 24 ноября. Следующие этапы – 8 и 22 декабря. В России увеличили размер пособий по безработице. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Согласно тексту документа, с 2022 года для граждан, признанных безработными, минимальная величина пособия увеличивается до полутора тысяч рублей, а размер максимальной помощи будет равен минимальному размеру оплаты труда, установленному на 2021 год, и составит 12 тысяч 792 рубля. Эту сумму безработные будут получать первые три месяца после увольнения, потом выплаты снизятся до пяти тысяч рублей. Напомним, в 2021 году размер максимального пособия по безработице составляет 12 130 рублей, что соответствует МРОД 2020 года. Самарские таможенники задержали 19 тонн бельгийских груш, которые привозились под видом казахстанских. Грузовик с фруктами был остановлен в районе пункта пропуска в селе Маштакова. При досмотре фуры, в которой по документам перевозились свежие груши из Казахстана, сотрудники Приволжского таможенного управления, Самарской таможни и управления Росельхознадзора по Оренбургской области выявили следы срыва маркировки и перемаркировки груза. Специалисты также установили, что на некоторых деревянных ящиках имелась бельгийская маркировка. А как известно, из этой страны ввоз товаров в Россию запрещен из-за санкций. Поэтому 19 тонн груш были переданы в управление Росельхознадзора по Оренбургской области, сообщает Самарская таможня. В регионе поймали лесорубов, которые уничтожили 17 деревьев. Сумма ущерба от противоправных действий составила более 300 тысяч рублей. Сообщение о незаконной вырубке деревьев поступило в дежурную часть из Красноярского района области. Один из жителей успел сфотографировать подозреваемых. Полицейские оперативно нашли нарушителей, сообщает в пресс-службе УМВД России по Самарской области. Имя оказали жители Оренбургской области и поселка Старый Буян. В отношении черных лесорубов возбудили уголовное дело. Расследование продолжается. В Самаре школьникам с ограниченными возможностями здоровья на завтрак добавили соки и фрукты. Чиновники отметили, что стоимость питания не должна превышать 37 рублей в день. Городские власти скорректировали постановление о предоставлении бесплатного питания отдельным категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений. Изменения коснулись детей с ограниченными возможностями здоровья и тех, кто проходит обучение по программам начального общего образования. Сегодня во всем мире отмечают День черной кошки. В средние века этих пушистых созданий черного цвета начали ассоциировать с ведьмами, чародейством и самим сатаной. Наличие такой кошки в доме женщины было достаточным основанием, чтобы обвинить ее в колдовстве. Сейчас во многих странах Европы эти животные напротив – талисман удачи. Как к ним относятся в России, разбиралась Мария Левина. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет. Их называют слугами сатаны и предвестниками неудачи. И все это о безобидных и изящных мини-пантерах. Если покопаться в истории суеверий, корни обнаружатся в Древней Греции. И дело окажется в банальной женской ревности. По преданию, богиня Гера, жена Зевса, хотела предотвратить рождение ребенка Геракла, который был плодом связи ее мужа с принцессой Алкменой. Слуга Алкмены не позволила этому свершиться. В наказание был превращен в черную кошку и отправлен служить богине смерти и колдовства. По другую сторону баррикад оказались знающие толк в роскоши итальянцы. Этих вальяжных животных в Средиземноморской стране защищают и даже превозносят. Чтобы реабилитировать несправедливо скомпрометированных животных, придумали Международный день черного кота. Его отмечают 17 ноября. Дата выбрана не случайно. Итальянская цифра 17, эквивалентная российской 13. Не всем рождаться белым и пушистым. Кому-то черным гладкошерстным. В мире считается, что черный кот – это символ неудачи. Но всегда ли это так? В Европе, например, уверены, что черная кошка символизирует удачу, способствует финансовому процветанию, а молодым девушкам помогает найти достойного спутника жизни. Однако в России сегодня больше тех, кто предпочитает верить в суеверие. Люди считают, что в квартире нет места мистики. И, как правило, редко заводят черных кошек. В приюте обладательниц темного окраса больше прочих. Суеверия, да, какие-то. На самом деле, просто черные кошки очень своенравные и характерные. Поэтому не каждый готов, да, потому что к ним нужен определенный подход. Они вот, видите, вот брычат. То есть я сижу, люблю, но в какой-то момент начинаю показывать свой характер. И, ну, не все, конечно, это, опять же, индивидуально. А так, почему берут, не знаю, может быть, из-за цвета. Хотя, мне кажется, черные кошки – это пантеры своего рода. Ручные, которые можно приручить. Свой характер показывает кот Симон. Уже во второй раз он попадает в приют и снова находится в активном поиске. Дома. Первый раз Симон попал в приют вместе со своей кошачьей семьей – кошкой и двумя котятами. Из-за переезда хозяев в другой город. Всех разобрали, и кот остался один. Через год и Симон улыбнулась удача в лице новой хозяйки. Но спустя несколько месяцев она заболела и больше не смогла ухаживать за красавцем. Симон снова оказался в приюте. И таких с непростой судьбой здесь около 50. Сотрудников мало, их задача накормить питомцев. Не всегда остается время еще и на ласку. А для кошек внимание очень важно. Желающие могут взять любого питомца из приюта домой. Но прежде чем забрать животное, лучше приехать и познакомиться с ним. Все кошки привиты, коты кастрированы. К новому месту представители семейства кошачьих быстро адаптируются в любом возрасте. Ведь в отличие от собак, они прикипают душой не к человеку, а к дому. И уже через две недели готовы занять свое царское место, ставля хозяина талисманом, приносящим исключительно удачу. Мария Ильевна, Николай Епифанов, События. На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы, всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова